Всем привет, друзья! Вы просили снять видео про Шреддера, Химикон или нет. Мы сняли с пацанами, был Санёк, Игорёк был, но я случайно удалил с камеры это видео, потому что мне не хватало места, и я думал, что я скинул это видео на компьютер себе. Оказалось, что не скинул. Ну вот, и сейчас, получается, я один буду снимать всё заново про Шреддера. Вот, у Саняка какие-то там дела, Игорь вообще уехал в другой город куда-то. Саня вчера весь день залипал в баду там, с девчонками переписывался, добавлял лайки, ставил. Это вообще жесть, невозможно было. Вот, я не удивлюсь, если он сегодня залипает по здоровью. Всем привет, да слушай, я нашёл тут одно классное приложение, называется Баду. Да, я слышал, да. Многие знакомые просто мне советуют, что они нашли девчонок, которые живут рядом с ними, и у них всё хорошо. Да, и поэтому, слушай, я тебе скину ссылку, ты также зарегистрируешься, и вообще посиди просто, я думаю, тебе пора. А там легко найти вообще? Да, там просто смотришь, там вот такой интерфейс, ты просто заходишь, листаешь тех девчонок, которые рядом с тобой, лайкаешь того, кто тебе нравится, можешь написать комментарий, всё зависит от тебя. Кстати, вы говорили, что мне там девушку пора искать, пора вообще жениться, 24 года всё-таки. Давайте я перед съёмкой покажу вам, какие мне девушки вообще нравятся, какое телосложение, как по внешности, потому что, блин, довольно сложно найти девушку. У нас в городе и спортивная, чтобы была, и красивая одновременно. Город-то маленький. Давайте, короче, зайдём в Баду и посмотрим, какие девушки мне нравятся. Заходим в приложение Баду, здесь находим люди рядом, вот этот глобусик. У нас есть тут девчонки. Нам нужна спортивная какая-нибудь. Посмотрим вот эта, например. Ну, смотрите, симпатичная довольно-таки девочка, но не видно фигуры. Нам нужна с фигурой девушка. Ну, допустим, вот эта. Вот тоже неплохая. Вот, довольно... Ой, ой-ой-ой, вот это нам подходит, ребят. Так что, можно спокойно поставить ей лайк, написать ей комментарий и всё, что она красивая. Итак, теперь переходим к Шреддеру. Сразу скажу, что у меня непревзятые отношения к нему. И также я отношусь нормально к химикам и к натуралам. Но единственная проблема, конечно, что многие химики, они говорят, что они натуралы. И для чего они это делают? Для того, чтобы поднять бабла, потому что натуралам доверяют гораздо больше, а на ютюбе это ценно. Чем больше у тебя подписчиков, чем больше у тебя персональных тренировок, которые Шреддер, например, проводит в зале, да, тем больше он денежек имеет. А как мы знаем, он ещё тренирует звёзд. Поэтому, друзья, сегодня мы рассмотрим, почему Шреддер химик и зачем он обманывает людей. Итак, друзья, давайте пройдёмся по известным факторам, которые есть уже в интернете, а не в открытом доступе. Шреддер сдавал анализы на гормоны, кровь, ещё что-то сдавал, скорее всего. Анализы показали, что ФСГ, это такой гормон мужской, он завышен в три раза. В три раза выше нормы, ребята. А что это значит? Повышенный уровень гормона в крови может быть вызван серьёзными проблемами со здоровьем. Но, как мы видим, особых проблем у него со здоровьем нету. Хотя мы не знаем. У мужчин ФСГ гормон может быть повышен при нарушениях функционирования половых желёз, воспалении яичек и при повышенном содержании в крови андрогенов. Чтобы вы знали, андрогены – это общее собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов. Делайте выводы сами, ребят. Все скрины я прилагаю, чтобы вы не думали, что я что-то тут несу не то. Кто не знает, удостоверьтесь в этом, посмотрите ещё других блогеров, об этом многие говорили. Второй фактор. Шреддер проходил тест на детекторе лжи. И как вы думаете, на все вопросы, которые ему задавали про стероиды, употреблял ли он что-то, продавал ли он что-то, у него был завышенный скачок сердечного ритма. А это значит, что он что-то скрывает, либо что-то недоговаривает. Мы знаем уже, что он недоговаривает, скорее всего, да, ребят? Уверен, будет много хейта, но жиза, жиза. Я как бы отношусь нормально и к Шреддеру, и ко всем остальным. Но вы просили снять, я снимаю. Ну, конечно же, Шреддер там говорил, что это всё подделка, это фейк, всё там подделали, монтаж и так далее. Не знаю, возможно, монтаж, они будут с Вайтенга сдавать заново все гормоны. Посмотрим, пока что ничего не буду говорить. Естественно, это перед тестами можно всё вывести из организма. Все качки проходят допинг-контроль, потом выступают. Почему они его проходят? Они все просто стероиды употребляют. Потому что выводятся эти все гормоны из организма, все стероидные препараты, они выводятся. Изи. Третий факт. Шреддер кушает полторы тысячи калорий. Знаете, какая у него масса? У него масса более 90 килограмм, 94 вроде, если не ошибаюсь. Как при дефиците калорий, при огромном дефиците калорий можно содержать такую массу? Это просто невозможно. Ребята, знаете, что будет со мной при таком дефиците? Меня не будет. Серьёзно. Он мезоморф, я эктоморф. Он суши меня гораздо. Как так можно? Как можно быть таким сухим? Это невероятно просто. Опять же, мы, конечно, можем предположить, что он самый такой уникальный человек во всём нашем мире. И он без стероидов имеет такую сухую, огромную мышечную массу за 90 килограмм на дефиците калорий. Ладно, если вы хотите, пусть это будет так. Я ещё слышал, что он говорил, он кушает один раз в день или кушал, не знаю. Но, по крайней мере, он говорит всегда, что он ест очень мало калорий. Как так? Решайте, думайте сами. Раньше, где-то в 2012 году, он был полностью залитый. Он не был таким сухим. Он утверждает, что он там жирный, но это не жир. Так выглядят химики на откате. У него были откаты. И, видимо, он сфоткался. Я не знаю, либо кто-то его сфоткал, либо что. Но это компромат, естественно. Потому что у него напампленные такие просто мышцы везде, грудные, плечи. Он выглядит не жирным. Он выглядит залитым. Он весь залитый от стероидов. Естественно, вы, конечно, можете сказать, что так выглядят жирные люди. Но посмотрите на него. Если вы нормальные люди, то вы поймете, что как бы он не жирный. Это не жир. Это просто огромная куча мышц, которую залила водой. Вот так. Пятый пункт. Пятый факт. Это то, что у него на животе видны шишки от уколов. Именно тестостерон, либо гормон роста, я не помню, что колят. Колят именно в живот. И появляются вот такие вот шишки от уколов. Ребят, ну думайте сами, конечно. Я рассказал все, что думаю. Я отношусь нормально и к химикам, и к натуралам. Я не понимаю, зачем об этом врать. Ну, то есть понимаю, естественно. Это много денег, много бабла, много известности, много пиара и так далее. Но не знаю. Вы ему верите. Зачем вы верите, я не понимаю. Если вы верите, то, надеюсь, вот эти факты, которые я перечислил, они немного вас ввели в замешательство, и вы уже не будете так прям напрямую верить ему, что он натурал. Поэтому каждый решает сам. Я не навязываю свое мнение. Каждый решает сам, натурал он или нет. То есть наше мнение, я думаю, единогласное, что он не натурал, что он использует что-то, но всякое может быть. Все-таки раз три столета палка стреляет, можно предположить, что он какой-то уникальный просто человек, который набирает на дефиците, но это лично его дело. Ладно, сломай законы физики. Ладно, подойдем к короткий итог. Нездача тестов по, как его называется? Детектор оружия. А, нездача детектор оружия, нездача ФСГ, где там завышенные у него разные анализы. Прогресс на дефиците калорий. Прогресс на дефиците калорий, питание один раз в день, с содержанием сухой мышечной массы невозможно даже для химика. Очень тяжело для химиков, я сколько общался с людьми, очень тяжело содержать сухую массу. То есть там уже и суставы, и все ломается. И последнее на то, что фотография, даже его же самый основной довод, о том, что есть какая-то сечка, но при этом есть его фотографии, где и этого явно нет. Да, да, да. Есть в 2012-м фотографии. Надо бы найти эту фотку где-то. Есть она, она в интернете. Да, конечно, гуляет. Спокойно тоже видно. И последнее, что там еще, фотки, где он с шишками на животе. А, да, да. Фотки с шишками на животе. Вот вам доказательства. Если сами хотите, решайте, что он не химик. Это ваше дело, конечно. Ребят, ну я не советую, нам без разницы химик. Да, нам химик, мы для себя понимаем. Нам главное, чтобы вы не следовали вот этим тенденциям полторы тысячи калорий, питание. Даже пускай он не говорит правды, просто пускай в каждом ролике не орет о том, что он натурал. Вот и все. Просто не нужно излишне это выдавать. Вот и все. Так что все, друзья, спасибо за внимание. Удачи, подписывайтесь на инстаграмчики ко мне. Да, ставьте пальцы вверх. Будут инстаграмчики наши все внизу, в комментариях. Подписывайтесь, напишите, что еще хотите, какое видео вы увидите. Если хотите, чтобы мы что-то обсудили, мы соберемся с этим. Да, мы соберемся, коллегию такую, сбор соберем. Все, пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...